Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 115. На черте два прямоугольника, у одного из которых стороны имеют длину 6 см и 4 см, а у другого, соответственно, 8 см и 2 см. Вычисли периметр и площадь каждого из этих прямоугольников, сравни получившиеся периметры между собой и получившиеся площади между собой. Давайте на этом остановимся и выполним то, что мы прочитали. Итак, нужно начертить два прямоугольника. Чертим первый. Длина у него 6 см, вот начертим отрезок 6 см, а ширина у него 4 см, вот, и у нас получился вот такой, третья, четвертая сторона, получился вот такой прямоугольник. Его длина 6 см, его ширина 4 см, и еще один нам нужно начертить, у которого была бы длина 8 см, 4, 6, вот, 8, так, ширина 2 см, вот, получился вот такой прямоугольник. Длина 8 см, ширина 2 см, а теперь нам нужно вычислить периметры и площади этих прямоугольников. Ну, давайте с первого начнем. Так, периметр. Мы знаем, что периметр – это сумма сторон, ну, и вычислить сумму сторон можно так, длину и ширину сложить, а потом полученную сумму умножить на 2. Вычислим 10 на 2, это будет 20 см, потому что у нас длина и ширина в сантиметрах. И второе действие – найдем площадь. Площадь прямоугольника – это произведение его длины на его ширину. 6 на 4. 24 квадратных сантиметра, потому что у нас длина и ширина в сантиметрах. Вот мы нашли. Теперь для второго прямоугольника найдем его периметр. Длина плюс ширина и умножить на 2. 10 на 2 – 20 см периметр. И второе действие – найдем площадь. Длину умножим на ширину, получим 16 квадратных сантиметров. Давайте теперь проанализируем результат. Итак, у этих двух прямоугольников получился одинаковый периметр 20 см и 20 см. А вот площадь у них разная. У первого 24 квадратных сантиметра, у второго 16 квадратных сантиметров. То есть оказалось, что у этих двух прямоугольников одинаковые периметры, но разные площади. А вот теперь мы отвечаем на вопрос задания. Если известен периметр прямоугольника, то можно ли однозначно установить его площадь? Но оказывается, нет. Если известен периметр… Вот данный пример на это и указывает. Периметры у этих прямоугольников одинаковые, а площади разные. Поэтому мы так и отвечаем. Если известен периметр прямоугольника, если… То однозначно определить его площадь нельзя. Следующий вопрос. Объясни, почему площадь прямоугольника не будет однозначно зависеть от его периметра? Площадь прямоугольника не зависит от его периметра, потому что, как показал наш пример, два разных прямоугольника имеют одинаковые периметры и при этом имеют разные площади. Так и запишем. Площадь прямоугольника не зависит однозначно от его периметра, так как при одинаковых периметрах прямоугольники могут иметь разные площади. А что можно сказать о зависимости площади квадрата от его периметра? А вот площадь квадрата однозначно зависит от его периметра. Тогда давайте так и запишем. Так, в отличие от площади квадрата, который однозначно зависит от периметра квадрата. Ну, вот если мы рассмотрим любой квадрат, его периметр, например, периметр квадрата 8 см, то сторона квадрата однозначно зависит от периметра, потому что если изменяется периметр, то изменится и сторона. Если мы 8 см разделим на 4 стороны, получим 2 см сторона. А вот площадь квадрата однозначно зависит от стороны, потому что с изменением стороны площадь квадрата изменяется. На этом всё. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.